Нервный смех, переходящий в плач и, тем не менее, здравая оценка ситуации. Это реакция пенсионерки Раисы Степановны на двойное обрушение потолка в ее кухне. За четыре года на пятом участке Портофранковского ЖКС поменялось пять начальников. Но жительнице памятника архитектуры на Бунина-2 легче от этого не становилось. Всего однажды в гости к пенсионерке наведался кровельщик. Казалось, с места дело сдвинулось вчера. Зафиксировать обрушение потолка и помочь добиться справедливости, приехали корреспонденты горячей линии Новой Одессы. Очередной начальник пятого участка ЖКСа Портофранковский не растерялся. Но радовалась одесситка недолго. Сразу после того, как сотрудники ЖКС убрали мусор из квартиры, обрушение повторилось. Сквозная дыра в потолке увеличилась в полтора раза. Только если я покушусь, такой грохот. Я захожу и все то, что не отломалось, отломалось. Самое страшное, что рухнуло еще не все. На очереди фрагмент потолка, который нависает над местом отдыха пенсионерки. Во время готовки она любит почитать. Я здесь в ближайшее время прилегать не буду. Это однозначно. Что-то не хочется, знаете ли. Читать книги и готовить кушать на этой кухне теперь опасно для здоровья. Все, чем остается заниматься, это правописанием. Портофранковский. Именно так называется ЖЭК, который должен решить эту проблему. У соседей Раисы Степановны аналогичная ситуация. Месяц назад рухнул потолок в спальне. Разумеется, ремонтировали все сами. Живем мы здесь 23 года, где-то так. И нет, конечно, никогда ничего. Все своими силами. Отремонтировав кровлю в этом доме, очередной начальник пятого участка ЖКС Портофранковский может сделать больше, чем все его предшественники. Как ситуация сложится на самом деле, проконтролирует горячая линия нашего телеканала. Вадим Шпаченко, Олег Шпак и Тарас Осипов. Новая Одесса.